Наше общество разделено и поляризовано. Мы спорим или, как говорят в сети, срёмся. Два взгляда на страну. Два взгляда на историю. В прошлом мы ищем отлеты на сегодняшний вопрос. Кто прав, Ленин или Царь? Кто лучше, красный или белый? А Сталин хороший или нет? А Крым чей? Меня зовут Василий. Меня зовут Артур. Мы историки по образованию. Нам интересна история России. Мы расскажем о самых болезненных темах из нашего прошлого и постараемся понять, кто прав. И есть ли правы вообще. Тема нашего сегодняшнего блога – смерть Сталина. 5 марта 1953 года Иосиф Сталин умер на ближней даче в Москве. Но, казалось бы, умер и умер почти 80 лет уже как прошло. А нет. Он, как призрак, как дух, кажется, продолжает висеть или витать над страной. На него ссылаются политики, о нем спорят на кухнях и в любой из соцсетей, в принципе. Если зайдешь, можно найти какой-нибудь топик с обсуждением «Хороший Сталин» или «Плохой Сталин». Мы решили по такому же методу действовать. В начале каждого выпуска мы за кадром распределяем роли. Кто будет выступать на стороне условного добра, кто на стороне условного зла. В этот раз карты, или как, фишки легли так, что Василий отстаивает условное добро. Он с гуманистической точки зрения говорит о том, что Сталин тиран и кровопийца. Я говорю о том, что Сталин спаситель и надежда советского народа. Итак, у нас будет три темы, три блока для обсуждения. Первое – это личность Сталина, плюсы и минусы. Второе – это ощущение гражданина, который жил внутри Советского Союза, вот в этот период сталинский с 1924 по 1953 годы. И третья тема – это, как говорят сейчас, престиж государства на международной арене. То есть, как видели СССР оттуда, из-за рубежа. Как менялось это ощущение в начале правления Иосифа Сталина и в конце его правления. Ну и в конце мы выскажем коротко свое мнение об этой исторической личности. Попробуем, что из этого получится, увидим в конце. Итак, раз, два, три, поехали. Те, кто видел Сталина до его величия, вспоминают о нем как человеке заурядным, серым, невзрачным, ничем не выдающимся. Единственное, что в нем было действительно впечатляющим, это память. И, как следствие, злопамятность. Сталин всегда все помнил и никогда ни о чем не забывал. И мстил всем, кто сделал ему что-то недоброе при первой предоставляющейся возможности. При этом Сталин никогда не говорил в момент оскорбления, что он недоволен, если не мог отомстить сразу же. Сколько раз его унижал Троцкий, сколько раз его унижал Зиновьев. Сталин молчал и запоминал. И лишь когда он мог, вот тогда он и мстил, уничтожая соперника. Кто-то скажет, что это гениальность, кто-то скажет, что это стратегическая гениальность. Но мне кажется, что это просто мелочность и злопамятность. Также странно слышать о Сталине, как о человеке скромном, который оставил после себя только железную кровать и старые сапоги. Да, железная кровать, да, старые сапоги, но при этом ему приближала вся страна. Заводы, пароходы, газеты, рудники, шахты. Все это было его, и он мог распоряжаться им как угодно. Так что зачем ему счет в швейцарском банке? При этом, если вы вспомните, Сталин никогда не возражал, когда в его честь называли города, когда в его честь перегимны, когда в его честь слагали оды. С удовольствием принимал подарки, поносы своим изображением, циклопические памятники, которые стояли, например, на месте его ссылки в Туруханском крае. Так что говорить о Сталине как о таком скромном, несчастном человеке, которому ничего не было надо, кроме величия родины, странно. По-моему, он всем сердцем стремился к величию и к единоличной власти. И это единственное, что владело его натурой. Личность Сталина очень противоречивая. Это сейчас как-то принято говорить о том, что он однозначно чуть ли не пил кровь детей, чуть ли не сам рубил головы топором. Но на самом деле все было гораздо сложнее. Надо понимать, что до того, как стать убеленным старцем и правителем половины мира, Иосиф Сталин много кем побывал. Он был и каторжником, и грабителем корованов. Он реально в Грузии грабил дилижансы. Также он был беглым политическим заключенным, иммигрантом, который жил за границей. Потом террористом или, по крайней мере, экстремистом, создателем революционной ячейки, целью которой было свергнуть ныне существующую, тогда существующую царскую власть. И потом он стал еще и человеком, который вовлечен в самое, наверное, страшное и кровавое, что может происходить в России, а это именно борьбу за престол, борьбу за лидерство. После смерти Ленина в 1924 году Иосиф Сталин, тогда ему было 46 лет, возглавил власть в стране. Да, была оппозиция с Троцким, но между тем он все рычаги власти под себя сгреб. Он был не только мстительным тираном и психопатом, он был прежде всего талантливым организатором, потому что постепенно, номенклатурно, через какие-то доступные механизмы он поставил на все нужные посты своих людей. И если говорить о паранойи, то когда, если вы сможете представить себе верхушку профессиональных убийц, революционеров, заговорщиков и даже хотя бы из них одну фигуру вот этого демона революции Троцкого, то выжить во всем этом серпентарии, во всем этом котле змей, это нужно быть, ну как минимум, не дебилом. И Сталин дебилом не был. Он был жестоким, расчетливым, но политиком прежде всего. И свои цели он добился. Он медленно шел, шаг за шагом, не привлекая лишнего внимания, но в итоге он получил то, что хотел. Сегодня сталинисты любят говорить фразу «миллиард расстрельных лично Сталина». Ну, якобы намекают, что все претензии либералов к ним необоснованы и что массовых репрессий не было. Ну, подумаешь, расстреляли 700 тысяч человек. Много ли? Да, это много. Это, например, такой город, как Иркутск. Представьте, что весь Иркутск, включая стариков, женщин, детей, мужчин, все вдруг, одночастое, оказались мертвы. Трагедия ли это? Да, безусловно. Но дело не только в расстрелах. Дело в атмосфере страха, которая пронизала страну в это время. Дело в том, что каждый понимал, что завтра его могут арестовать без всяких на то причин отправить в тюрьму. Вряд ли такую атмосферу в стране можно назвать здоровой. И это речь только о тех, кто был осужден разными там тройками, судами и так далее. Не будем забывать еще, допустим, о кулаках, которых отправляли умирать в казахские степи без всякого там суда и следствия. Просто расплачили, увезли и забыли. Эти люди тоже на совести господина Джугашвили. Да, он сделал индустриализацию. Да, по несуществующей, но популярной поговорке, он взял Россию с сахой и оставил ее с огненной бомбой. Но давайте не забывать, что это было начало 20 века, когда вообще-то все страны начали с сахой и закончили с атомной бомбой. Все без исключения. Назовите мне страну, где атомная бомба была уже в 1910 или 1913 году. Поэтому все достижения Сталина, они в принципе ложатся в основной тренд развития человечества в это время. Да, России была необходима индустриализация, но вряд ли такой ценой. Как ощущал себя человек внутри страны? Вот это один из самых главных вопросов. И все обычно вспоминают, что какой-нибудь гражданин сидел дома в три ночи и ждал, пока его заберет черный воронок или другой гражданин шел в поле, срывал колосок и тут же его расстреливали кто-нибудь из ЧК или ГБУ. На самом деле, чтобы разговаривать о том времени, о времени Сталина и СССР, нужно было бы оказаться там, а не смотреть из наших дней, потому что то государство совершенно ничего не имело общего с нынешней Россией. Это государство, которое было создано фактически с нуля и такого больше нигде не было. Ну как представлялись, как существовали старые монархи, старые общества? Это наверху царь какая-то прослойка элитная, духовенство, купечество, а внизу 99%, ну 90% малограмотного населения, которое платило налоги, а вот верхушка эти налоги потребляла. Здесь же СССР, по крайней мере, идеологически впервые предстал как государство, где все формально равны. И это государство нужно было перекроить, поменять, трехсотлетнюю историю всю разломать и собрать по кирпичикам заново. И для этого власти шли на решительные меры. Для этого Сталин, пожалуй, был и нужен, потому что он впервые разрушил крестьянскую общину, то, на что не решился даже Столыпин, то есть, по сути своей, сломал многовековые тормозящие слои вот крестьянского неповоротливого хозяйства и переделал их, как тогда казалось, в модерновые предприятия, в огромные вот такие колхозы. Второе, он все-таки сделал индустриализацию, и ВВП по разным оценкам вырос или там на 80%, или в 4 раза. Конечно, цифры могут быть разные, но факт остается фактом. Так быстрая экономика страны не росла никогда, кроме первых сроков Путина и при ВИТ, это конец 19-го, начало 20-го века в Российской империи. Все-таки это о чем-то договорит. Что же касается ощущения именно гражданина, то я думаю, он ощущал себя как элемент некой новой, огромной конструкции, невиданной, прогрессивной. Он смотрел на весь остальной мир, как пришелец из 23-го века смотрит на Средневековье. Ему казалось, что он и его потомки, и его внуки, и правнуки создадут нечто такое, на что будет дивиться все человечество и брать с него пример. Да, он был готов мириться с некоторыми недоработками, недостатками, но все во имя будущего, во имя строительства коммунизма. Потом это, конечно, все деградировало уже до уровня анекдота, но тогда ощущение единства, ощущение сплоченности под мудрым руководством сурового вождя, вот это ощущение присутствовало. Также нельзя забывать о том, что появилась народная культура, также появилось бесплатное образование, также появились какие-то вещи, о которых крестьяне и большая часть населения еще 20 лет назад, то есть, если брать, допустим, 37-й, в 17-м году еще не знало. И кроме того, надо понимать, что за эти годы страна пережила революцию, гражданскую войну, еще ряд войн и голод, и многое-многое-многое, и хотелось уже сейчас почувствовать некую стабильность. И заслуга Сталина в том, что он эту стабильность в какой-то мере обеспечил. Говоря о величии Сталина, обычно вспоминают победу и послевоенные годы. Да, действительно, никогда в истории Россия не была настолько значима в мире, с одной стороны. Но с другой стороны, именно тогда и именно Сталином были заложены две бомбы, которые в итоге рванув и прекратили существование СССР. Во-первых, это соревнования с Западом. Как бы ни велик, ни силен, ни могуч был СССР, что при Сталине, что при Брежневе, что при Хрущеве, он не мог выдержать соревнования со всем миром. Перенапряжение расходов, слишком раздутая армия, огромное количество денег, уходившее на бомбы, танки, ракеты, в итоге обернулось тем, что денег стало не хватать на самое необходимое и Советскому Союзу пришел конец. Вторая проблема – это присоединение территорий, которые не очень хотели присоединяться к Советскому Союзу. Сегодня эти эстонцы, латыши, западные украинцы на словах приветствовали величие СССР. Но как только центральная власть ослабла, они захотели независимости. Вспомните, откуда начался развал Советского Союза. Именно с национальных окраин. При Балтике, Западной Украине, Молдавии. Так что эти действия Сталина, казавшиеся на момент 1945 года достижениями, в конечном счете привели страну к гибели. Именно при Сталине была создана та система, которая превратила некогда отсталую, аграрную, малограмотную страну в передовое общество, в сверхдержаву, по сути, в повелительницу полумира. То, что не удавалось никому из царей, то, что не удавалось никому из князей, почти все те мечты о европейском владычестве и даже об азиатском владычестве, да даже о кубинском вассале были реализованы именно при Сталине. Неизвестно, как бы сложилась судьба и войны, и передела мира после, если бы не его фигура. Сейчас приписывают Сталину вот это ощущение величия того, что ты крикнешь в Москве, твой голос отзовется где-нибудь во Вьетнаме, что рукой Москвы можно было решать судьбы мира, что русский человек ощущал себя вот таким вот титаном, колоссом, да, создателем новой идеологии и владетелем многих-многих народов. За это, наверное, в силу российской ментальности Сталину могут простить любые вещи, которые бы он делал внутри государства, которые он бы делал на личном уровне. Это вот такая важная вещь, важная вещь для россиян, ощущение величия. Поэтому именно Сталин с точки зрения логики заложил основы вот этой сверхдержавности, которая просуществовала после него еще около 53-го, ну почти 40 лет. Сегодня мне повезло. Мне досталось отстаивать то мнение о Сталине, которое я действительно разделяю. Но в следующий раз мне достается уже другая тема, другой исторический персонаж и другая ситуация. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. Мое мнение, которое я отстаивал сегодня, не совпадало с тем, какое я отстаиваю в жизни. Я, безусловно, считаю, что то ускорение, которое дал для России Сталин, оказалось, наверное, более пагубным, чем могло было быть. Потому что метод принуждения, метод модернизации через побои, когда над тобой стоит человек, хлещет тебя и говорит, давай скорее, давай скорее, давай скорее. Полное игнорирование интересов или почти полное игнорирование интересов личности, это хороший метод на спринте, на короткой дистанции, которую нужно пробежать быстро. А на марафоне это все начинает вырождаться. И по большей части та скрепленная железной рукой империя, не имеющая внутри себя каких-то реальных общих идеалов, каких-то гражданских институтов, которые бы служили фундаментом, для такого огромного, колоссального здания. В отсутствие этих институтов, гражданских ценностей и свобод, она рухнула, как только вот эта железная рука Сталина. И еще несколько лет после она ослабла, пальцы разжались и сразу все посыпалось, как карточный домик. Поэтому я думаю, что в этом и парадокс, и победа, и поражение Сталина. Поражение в том, что он создал Великую Империю, но, безусловно, не смог ее на долгой дистанции удержать, не смог создать те правила игры, которые бы обеспечили многовековое существование. А победа его, безусловно, в том, что все другие правители на его фоне оказались хуже, потому что внешнеполитические успехи были уже не те, а постепенно все не старели и закончилось это все распадом. И поэтому как бы в памяти народной Сталина, это такой, как у британцев, король Артур, который однажды вернется с острова Авалон и все выстроит так, как было. Такая вот мечта о величии, которая переживет еще не один, я думаю, век. Продолжение следует...